Как угадать, в каком стакане есть кофе, а в каком нет? Так. Ну, то есть, еще раз покажу, что тут нет. А тут есть. Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup. И в этом видео мы с вами посмотрим Ulefone Power Armor 18T. И это смартфон, у которого две суперсилы и одна скрытая фишка, о которой почему-то нигде особо-то и не написано. Хотя она работает, ой, как неплохо. Ладненько, начнем с комплектов. У меня помимо самого смартфона еще есть фирменный чехол, его мы тоже посмотрим. И с чего начну? Начну с того, что это трактор, как я, как я называю тракторообразный смартфон. Но нет. И как по мне, это, наверное, один из самых навороченных разными фишками смартфон, который у меня был, ну, как минимум за последнее время. Потому что я в шоке с того, что я тут увидел, с того, что он может и с того, как это работает. Ладненько. Итак, соответственно, естественно, тут написано IP68-69K пруф. Естественно, я к этому суперскептически отношусь. И вам тоже рекомендую тоже к этому относиться скепсисом. Но у нас написано, что Апту 24 гигабайта оперативной памяти. То есть 12 нормальной оперативки и 12 виртуальной. Написано, что это Т-модель. И начнем с чего? Начнем с того, что я, смотрите, не зря вот это показываю. Вот эти пруфы мы уже говорили. Dimensity 7050. Я вам хочу сказать, что все. Тут есть тепловизор. Это раз. Тут, соответственно, зачем-то написано, нарисованы три значка. Хотя тут, по факту, модули камеры, которые именно камера. Ну, я дальше покажу. Короче, фронталочка 32. Экран 658. 120 гер. Кстати, по поводу экрана там есть не только хорошие фишки. Еще кое-что расскажу. 512 встроенной памяти. Суперчарджа 66 ватт. Батареечка 9600. Скромновато. Шучу, конечно. И 13 ведро. Но давайте посмотрим комплект. И... Оп! Соответственно, тут нас встречает конвертик. В конвертике у нас что? В конвертике, кстати, очень важные штуки. Очень важные почему? Сейчас объясню. Да, естественно, тут у нас есть стекло. Вот такое вот обычное стекло. Молодцы. Положили. Еще положили медиатор. Вдруг вы гитаристы и будете играть на гитаре. Шучу, конечно. Конечно, это нужно для поклейки стекла. Итак, по поводу аксессуаров. Да, почему я на этом заостряю внимание? Потому что у смартфона есть специальный коннектор. И, соответственно, к этому коннектору, чтобы два раза не объяснять, как раз-таки и подключаются вот эти вот аксессуары. Да, там всякие эндоскопы или как их правильно называют, напишите в комментариях. Вот такие вот штуки. Да и в целом, тут аксессуары указаны, которые есть. Вот. Но я это все в основном показал ради эндоскопа. Также, также, настоятельно, так как есть тут тепловизор, рекомендую почитать инструкцию, как пользоваться тепловизором. Я, честно скажу, ее даже пытался читать. Что-то понял, что-то не понял. Но обо всем по порядку. Так, это тут, соответственно, гарантийник. Safety Prompt. Тут особо тоже ничего интересного. Тут тоже, соответственно... Вот, что важно в инструкции. В инструкции, во-первых, есть на русском языке. Во-вторых, тоже прочитайте инструкции, потому что тут расписано, где какие отверстия, да? Отверстия для выведения давления, да? Соответственно, вот тут барометр и микрофон шумоподавления. Это раз. Также, прошу обратить внимание, даже тут вот в инструкции написано, что тепловизорный относится два модуля. А к камере, основной камере, вот эти два модуля. Хотя, по факту, вот это вот микроскоп. Окей, ладно. Я объяснил, что инструкции обязательно читайте. Это важно. По крайней мере, к этому смартфону, потому что тут, ну, блин, круто, всяких фишек полным-полно, и это лучше почитать. Сам смартфон на нем мы чуть-чуть позже. И что еще тут есть? Тут, соответственно, есть зарядка 66 Вт. Вот такой вот USB-C, USB-C, желтенький кабель и ремешочек. Сразу же, раз перешли к смартфону, давайте посмотрим чехол. Чехол. Чехол пластиковый, легко одевается, легко снимается. То есть, вот видите, у смартфона есть, вот, раз, специальный паз, и снизу его нет. То есть, вот так вот, оп, и сверху. Все, вот так защелкнулся, прищепочку одел, карабинчик, если надо, пристегнул, и погнал. Вот так это все держится, легко снимается. Оп, все, раз, снял и убрал. Все. Я так полагаю, что он продается отдельно. И начнем, да? Соответственно, как мы видели в инструкции, у нас, значит, 108-мегапиксельная камера. Вот этот модуль относится к тепловизору, а вот это вот микроскоп. Я вам дальше покажу, как это все работает. Соответственно, вспышка. Давайте сразу покажу. Вот так вот. В принципе, неплохо. По отверстиям мы разобрали. И давайте сразу. Во-первых, все прорезинено, сделано из такого, не знаю, что это. Это, короче, тактильно, очень классно. Она, с одной стороны, мягкая, не знаю, там, полиуретан, или как правильно называется. А с другой стороны нет. Во-вторых, вот тут все. Видите, сколько болтов. И я специально, вот тут думаю, интересно, это фейковое разделение или нет? И я специально вот тут вот ковырял ногтем, чтобы понять, что я могу отковырять здесь ногтем. По органам управления. А кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальца работает мгновенно. Хоба. Все. Что-то раз, раз, все, не работает. Дальше. Качель громкости. Вот тут вот какие-то специальные резиновые, вот такие вот. Видите, здесь выставлено, здесь выставлено. Сверху. Джек три с половиной. Крепление, соответственно, для вот того чехла, который был ранее. Вот оно, крепление. С левой стороны у нас тут кнопка, на которой можно назначить на действие разные функции. К примеру, у меня на двойное нажатие включение фонарика. Вот. А там можно одинарное нажатие. Но одинарное нажатие я перестал ставить, потому что очень часто задеваешь один раз по-любому при перехватах, еще чем-то как бы нажимаешь. Поэтому одинарное, либо там больше чего-нибудь поставить. Так, по поводу сим-карт. Тут комбинированный слот, либо-либо. То есть, сейчас я вам покажу. Либо ты ставишь сюда две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Но, напомню, тут своей памяти 512. Соответственно, вот этот фирменный коннектор. Я уже говорил, что сюда подключаются разные штуки, типа эндоскопа и так далее. Снизу, соответственно, USB-C и отверстие динамика. С фронтальной стороны экран. И сразу давайте посмотрим, как работает разблокировка по лицу. Я вот так вот хоба. Он вот так вот хоба меня увидел, сразу разблокировал, да? Хоба. Хоба. Сразу это все быстренько. И что хочу сказать по экрану, да? Все нормально. Он гладкий. 120 Гц. Full HD+. Но! Но! Что мне очень не нравится и на что я обращаю внимание, это слишком закругленные углы, да? Видите? Ну все, как бы норм с экраном. Прям. Ну все. Никакие. Ну закругленные. Ну сделаем. Ну и как. Ладненько. Как я и сказал, тут 13-й Android. И сразу заходим в гугловскую звонилку. Видим плюс. Гугловская звонилка, что можно закидывать сразу все номера в спам. Но! К сожалению. К сожалению, нету даже гугловской записи разговоров. Увы, но ничего не поделаешь. Так. Сразу давайте-ка я зайду в систему. А перед системой сразу скажу, что именно вот я заметил, что эта фишка присутствует на смартфонах Ulefone, потому что на других я тоже проверяю, но этого нет. Радио может работать плохо, но без подключения гарнитуры. И к тому же я могу записать радио. Я об этом говорил, но я проверяю это в других смартфонах. И вот чтобы без гарнитуры, это работает только вот пока, из тех, что я проверял, на Ulefone. Я, соответственно, хотел зайти в настройки, а после настроек хотел зайти о телефоне. Для чего? Для того, чтобы продублировать информацию, что-то Dimensity 7050, 12 гига оперативки, 13 ведро, 512 встроенной. По поводу, соответственно, работы системы. Никаких вопросов не возникает. Все быстренько, стабильненько. Не везде переведено, но что ж, поделаешь. По поводу, соответственно, производительности. Я ничего не скажу, потому что Antutu, естественно, почему-то, не знаю, последние все смартфоны, которые тестируют, Antutu практически нигде не дает провести тест. Ну что ж, мы можем зайти сюда, посмотреть информацию. И я, соответственно, прогнал троттлинг-тест, да, библиотека, скриншоты, как вы видите, троттлинг-тест, 264 гипса начал, упал, и где-то в среднем 200 гипсов он выдавал, да, час 100 потоков. Наверняка вы заметили, есть скриншот, мне прилетело обновление по воздуху. Вот, я это на всякий случай зафиксировал, и теперь вы знаете. Что касается игр. Во-первых, еще один нюанс по экрану. Экран нужно, если вы хотите больше 60 фпс, его нужно руками выставлять в 120. То есть заходите в экран, да, экран, и вот тут в самый низ, скрин и рефрешрейт. Видите, здесь нет никакого авто. Ты просто сам выставляешь либо 120, либо 90, либо 60. Это нужно для чего? Для того, чтобы в играх было больше 60 фпс, там, где это доступно. А начнем, соответственно, с пабжика. И тут в настройках у нас доступно 60 фпс. В принципе, как и в колде. Запускать я не буду, а давайте запущу. А вот и в колде доказательства 60 фпс. Окей, а что по другим играм? А по другим играм, значит, нью стейт. Да, 90 фпс, причем в игре в основном это где-то 70, в редких случаях 80. В стенд-оффе до 120, но, как вы видите, выдает 115. Кстати, звук на максимум. Расстояние порядка, не знаю, там 20 сантиметров, где-то, может 15, может 25. Ну, просто для понимания. В танках доступно до 120. Ну, и немножечко пробегусь в Genshin Impact, да, бегаю так. В целом, как бы, бегать можно, да, но наверняка вам кажется, что вот, что-то, что-то как-то он подтормаживает, да подлагивает у тебя, что-то как-то не так, в чем проблема? Да нет никакой проблемы. Знаете, в чем просто суть, да? Вот видите, вот так вот он работает, сейчас побежусь, там куда-нибудь, попрыгаю, я не просто так это все показываю, сейчас кое-что объясню. Я был немножечко удивлен, не знаю, это, наверное, у игры, с игрой что-то, либо смартфон, но смотрите, да, то есть, как бы, ну, есть где-то маленькие фризы, лаги, но есть, да, не без этого. Я сейчас быстренько специально пришел немножечко подраться, показать ему. Ну, то есть, в целом, поиграть можно. Окей. Да? Под лаги, там я думаю, что FPS ниже 30 падает, ну, предполагаю. Так, сейчас я сбегу и расскажу кульминацию. Все, я убежал. Он меня не преследует. Суть в чем? Суть в том, что сейчас стоят максимальные настройки. Та-дам! Просто, я случайно их поставил, думаю, что-то как-то работаю с тормозами. Потом смотрю, а у меня максимальные стоят. Я что-то без задней мысли взял, все на максимум, выставил на ультра, как я говорю. Видите, ультра. И бегаю такой веселенький. Эгей! Ну, давайте поставлю на минимум, да? И врублю шестидесятку. Опа! По-другому все стало. Я не хочу сказать, что это вау! Все супер! Для геншика берите, тепловизор есть, беспроводная зарядка, микроскоп, топ! Но! В геншик. Даже на максималочках, правда, с лагами, подтормаживанием, поиграть, побегать можно. А если скинуть настройки, да и в целом по миру погонять можно. Но! С играми понятно. Дальше. Что интересно, начну со скрытой фишки. Смотрите, я такой шторку хоба вниз. Смотрю тут, ну, естественно, тут есть NFC, я не буду говорить, что это скрытая фишка. Я такой хоба сюда! Смотрю, реверс чарджер, я думаю, в смысле? Реверсивная зарядка тут есть. Думаю, дай проверю, какая же тут может быть реверсивная зарядка. Нигде не написано, что тут есть реверсивная зарядка. Я думаю, ну, ладно. Тут есть реверсивная зарядка! Видите? Он еще и другие устройства может заряжать. И вот тут вот я... Сейчас я уберу. Офигел! Просто! Просто офигел! Помимо того, что у него две суперсилы, так еще и реверсивную зарядку добавлю. Я про всякие милости типа вот тут, ну, такого вот фонарика, большого диода. Я, ладно, как? И наверняка у вас, наверное, вопрос, Димас, слушай, ну, наверное, стоит он как крыло от самолета? На самом деле, нет. Он стоит, вот когда я смотрел на маркетплейсах, на некоторых, порядка 40-45 тысяч. Но с учетом всех тех профессиональных, на мой взгляд, функций, фишек, или как правильно назвать, напишите в комментариях. Мне кажется, как бы, да и, наверное, оправданная цена. Да, было одно место, где я увидел вообще там за какую-то заоблачную, но в среднем на маркетплейсах я видел вот такую вот цену, там 40-45-42 где-то, ну, по-разному. Самое интересное, смотрите, у меня даже, я не просто так вам показывал коробку, у меня даже по нему брошюрка есть, видите, это написано, что термал там, все понятно, коннектор понятно, камера 108 мегапикселей, понятно, Wi-Fi 6, окей, 512 встроенной памяти с картами памяти до 2 терабайт, окей, 12 оперативки, еще 12 виртуальной памяти, 70-50, айпишки, 120, чарджер, 9600, Gorilla Glass 5, тут есть и первый нут, все, все, нигде не сказано, что тут есть реверсивная зарядка, почему? Это, блин, круто, ладно, давайте, наверное, к его крутейшим фишкам, на мой взгляд, это не камера, камера я просто покажу, суть в чем, суть в том, что, давайте сейчас зайду в галерею и покажу вам примеры, соответственно, фотографии, и начну вот отсюда, да, с фронталочки, вот так вот снимает фронталочка, ее вот так вот, смотрите, я могу на телефоне вот досюда приблизить, и дальше, дальше, это, соответственно, на просто основной модуль, просто без ничего, и все, дальше, это тот же самый ракурс, тот же основной модуль, только я включил функцию IA, не знаю, как по мне, на смартфоне я смотрю, это не особо на что-то влияет, что-то поменялось, дальше, это 10-ти кратный зум, вообще, все в мыло, да, даже не видно надписи особо, которые помельче, дальше, это 108-ми мегапиксельный снимок, ну, а дальше, этот снимок, сделанный на микроскоп камеру, да, там есть два режима, там что-то 30, и вот это 60, ну, я так понимаю, что это, скорее всего, там, какой-то кроп, или еще что-то, в этом роде, какая-то интерполяция, но суть в том, что это, вот это вот сейчас, вы видите, это вот это вот, вот это вот полосочка, вот это вот, какая-то вот эта из этих полосочек, на коврике, ладно, давайте перейду к самой камере, покажу, как это выглядит, да, я включаю микроскоп, и, казалось бы, мутный экран, на самом деле, когда я включаю микроскоп, видите, тут включается подсветка, да, для понимания, смотрите, видите, сейчас она не включена, как только я захожу, в раздел микроскоп, хова, она сразу включается, и давайте прямо сейчас, вам на камеру то есть вы видите да сейчас я попробовал немножко приблизить на айфоне вы видите как он видит и я тут могу приближать 60 30 ну надо чинить наверное поярче вот на бум на бумажечке смотрите как бодренько сейчас переверну и к примеру вот и причем это все дело еще можно не просто сфотографировать это все дело еще можно записать под микроскопом то есть вот сейчас вот сейчас ведется видеозапись как раз таки с камеры микроскопа тепловизору заходим май лир вот сюда и тут как раз таки получается включается тепловизор функция тепловизора вот видите но тут сейчас это не очень как бы информативно информативнее вам покажу примеры ведь она осталась теплым давайте разберем меню это настройки вот эти две штуки у меня почему то не сработали можно включить подсветку можно включить таймер но нам не нужен можно перейти в настройки и тут соответственно можно излучать но тут написано что лучше используйте матовый вот либо полу матовый те кто наверняка шарит в тепловизорах и так далее понимают что это может быть те кто реально в этом разбирается в комментариях лучше напишут что-то интересное и объяснят вот разрешите статистику окей это настройки дальше это режим отображения ну то есть сейчас она показывает что вот там где тепло это тепло где не тепло это не тепло да но можно отключить обычное отображение потом в примерах вам покажу как это круто выглядит и можно включить вот такое отображение она как бы размытое но я не понимаю в чем фишка между вот этим вот этим режим потому что в режиме м мсx я могу выкрутить это вот все сюда нет вот сюда выкрутить вот сюда выкрутить и получится в целом что-то похожее как вот в этом режиме вот это соответственно просто вот этот режим врубаешь и погнал вот тут соответственно ты можешь задавать точки в которых будет измеряться температура причем несколько точек можно да к примеру тут 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 вот ну это лучше на большей поверхности делать и тогда как-то это лучше также соответственно ты можешь общую среднюю температуру где-то вот так вот расширять в этой области среднюю смотреть также соответственно можно среднюю на всем экране смотреть так сейчас это все дело подключаю секунду секунду короче проще зайти вот сюда и сбросить я вот так всегда делаю хоба он все сбросил и все все на стоке дальше ты включаешь шкалу это выбираю шкалу соответственно отображение дальше тут можно зафиксировать и вот это вот не особо честно говоря разобрался что это дает по факту вот но также тут есть еще изменение режимов отображения она вот тут вот находится да то есть лава радуга и так далее я соответственно все использую стандарт можно режимы соответственно фото видео я могу снимать на видео в тепловизоре я вам покажу в примерах и соответственно можно даже делать трансляцию на youtube ну и замедленную съемку давайте вам лучше знаете что и покажу как раз таки примеры того что я нафоткал тепловизором самые наглядные да соответственно сначала фотка просто сделано в обычном режиме а потом та же самая фотка только уже с активным тепловизором до собачку встретил на улице и потом собачку посмотрел тепловизором ну и соответственно посмотрите парочку примеров видео может одно может два не знаю сколько там выложу это пример съемки через тепловизор когда идет снег нет мелкий ты снег руки взял как она меняется интересно когда просто да вроде как вот так а когда тут есть что-то теплое на фоне но сразу понимаешь что все остальное другое но не такое теплое и также она видит почему-то именно вот ту часть домов деревья теплыми показывает а если немножко мы скорректируем все равно почему-то именно вот та часть домов теплее чем остальное да то есть вот это почему-то вся синяя а вот тут как бы все-таки тепло есть этот тепловизор соответственно работает в темноте передо мной лежат 4 смартфона один естественно палец а потому что я забыл выключить у него подсветку но не в этом суть суть в том что угадайте какой из них самый горячий просто они лежат они не работали просто вот они пролежали ну как минимум минут по 10 каждый я их не трогал не нагревал до этого тест не запускал игры не запускал по переключаем режим и сейчас подойду и так самый это у нас тут сколько 30 30 29 рожок он сразу спалился 26 кстати но iphone я только что в руках держал да и это 14 pro max он вообще про него забыл но это естественно что это магия самый горячий просто лежит на стоке когда допустим я тестировал смартфоны с ночным видением они классно все там видно все хорошо но смартфон с ночным видим он его же у него что там стоят соответственно инфракрасные диоды и они излучают их там видно в темноте их видно особенно когда камеру наводишь а тепловизор не видно в общем по тепловизору прям вообще я в таком восторге возможно это все у меня такое вызывает дикий восторг потому что это ну насколько я помню это первое устройство с тепловизором которое я тестирую и вот она у меня первое и она настолько офигенная тут по факту особо даже кроме как мелочей да там с экраном еще с чем такое где переводку и где еще может быть казалось бы дороговатого цена особо и придираться нет это профессиональная штука и как мне кажется для профессиональной штуки с такие возможности даже вот этот сорокеты соли 45 наверно это оправдано я не знаю те кто так подобных вещах разбираются лучше вы напишите об этом в комментариях дальше я забыл естественно включить gpsd сказать вам что несмотря на то что нахожусь от окна она все быстренько ищет и все как бы 37 в поле зрения да второй или третий раз включаю опять же далеко от окна его опять же но так видит с учетом того что сейчас у нас по идее должен идти снег общем смартфоном я невероятно удивлен просто это что-то что за последнее время реально вызвало неподдельный интерес неподдельное удивление да еще и скупе всего что это в одном плюс почему они не написали что тут есть реверсивная беспроводная зарядка не знаю и в целом на этом все всем спасибо за просмотр всем пока